Приветствуем вас, дорогие друзья! Представляем вашему вниманию четвертый выпуск новостного дайджеста ProBB News. С вами Дамир Сатрудинов, группа Мистер Олимпия Мир Профессионального Бодибилдинга и канал ProBB World. Результаты турнира Praga Pro, анонс турнира Kuwait Pro, успешная операция Фила Хита, Шон Родден в Швеции, свежие фото от Большого Рами и новый спонсор Дэвида Генри. Начинаем! Прошедшую субботу состоялся турнир Praga Pro, на котором были представлены следующие категории. Бикини и бодибилдинг в обеих весовых категориях. В бикини победу праздновала исландка Маргарет Гнар. Второе место заняла россиянка Яна Кузнецова, бронзу получила американка Брина Мартинез. В весовой категории до 212 фунтов ожидаемо победил Рикардо Карре. Однако за второе место развернулась нешуточная борьба между немцами Стивом Бентином и Рони Ракелем. Классические линии и наполненность взяли свое, и серебро досталось Бентину. Третьим же стал Ракель. Украинец Александр Слободенюк занял досадное восьмое место. В открытой весовой категории судьи четко дали понять, что за первое место борются только Рули Винклер и Уильям Бонак. А Декстер Джексон Лукаш осладил и Натан Дэаша за места с третьего по пятое. К слову, до последнего момента ни Декстера, ни Натана не было в официальных протоколах участников турнира в Праге. Первое место занял Рули, который смотрелся более выигрышно в сравнениях с Уильямом с точки зрения пропорций. Однако ноги Винклера заметно сдали в объемах. Также стоит отметить, что Рули начал намного лучше позировать и дольше держать позы, не забывая о контроле живота. Третьим стал Декстер Джексон. Четвертым Натан Дэаша. А пятым Лукаш осладил. Любопытный факт. Лукаш осладил, перешедший из категории 212 в Open, был самым большим атлетом среди топ-5. Шестое место занял Хорват Петер Кланчер, а россиянин Сергей Зебальд стал 12-м. В целом турнир оставил смешанные впечатления. В первую очередь из-за смены дислокации и матового света, который лишь сглаживал форму участников. 6 октября пройдет турнир Kuwait Pro, на котором будут представлены категории мужской бодибилдинг весовой категории до 212 фунтов. Именс Физик. От одного вида протоколов турнира весовой категории до 212 фунтов хочется перемотать свою жизнь до будущей пятницы. Потому что нам предстоит увидеть борьбу за чемпионство между Ахмадом Ашканани и Хадди Чупаном. У каждого атлета есть свои сильные стороны. Ахмат Ашканани славится жесткостью и плотностью мускулатуры торса, однако Хадди обходит соперника по всем параметрам, если речь заходит о ногах. Также на турнире выступят такие именитые и известные атлеты, как Хосе Реймонд, Рикардо Карреа, Ронни Ракель, Шон Клорида и Милан Шадек, для которого этот турнир станет последним в данной весовой категории. Со следующего года Милан будет выступать в открытой весовой категории. Пятничная операция Фила Хита прошла успешно. Об этом мы писали в нашей группе на Вконтакте, поэтому в данном выпуске мы процитируем лишь основные моменты, о которых сообщила Шури, жена Фила. У Фила были две большие грыжи. Одна, над пупком которая разрослась на 2 дюйма в ширину с обеих сторон, где верхняя часть кишечника застряла между разорванными тканями и мышцами. Вторая, нижняя брюшная грыжа, не имеющая отношения к пупочной грыже, которая была у него с самого рождения. Нижняя грыжа была настолько ужасной, что была 3 дюйма в ширину, глубиной дюйм, в результате чего из этой дыры торчало 4 дюйма кишечника. Доктор убрал обратно в брюшную полость 5 дюймов кишечника и зашил все дыры. Также доктор объяснил, что все грыжи обусловлены генетикой, и Фил использовал лишь половину мышц живота из-за врожденной грыжи. Ссылку на полный перевод вы найдете в описании видео. В прошедшие выходные Шон Родден посетил Швецию, чтобы выступить там с гостевым позированием. В 2010 году Швеция прославилась среди бодибилдеров в негативном свете, когда полицией был задержан Тони Фриман. Причиной стало подозрение, что Тони принимает стероиды, исходя из его физических размеров. В результате этого инцидента Джей Катлер отменил свой визит в Швецию. Досталось и местному профессиональному атлету Мартину Шельстрюму, который отбыл срок 2 года за решеткой по причине употребления стероидов. После своего видео, о котором мы говорили в прошлом выпуске, Большой Раме порадовал поклонников свежими фотографиями, сделанными в начале межсезонья. Не так давно Дэвид Генри озадачил своих поклонников тем, что пообещал удивить грандиозными новостями, не сказав, какими именно. Однако все оказалось прозаичнее некуда. Дэвид подписал новый контракт с компанией Olympus Labs. Среди догадок в комментариях звучали следующие варианты. Переход в Open, Рождение второго ребенка, Переезд в Кувейт и даже Переход в Классик Физик. Ждите следующий выпуск нашего дайджеста уже в эту субботу, 7 октября. Спасибо за внимание и не забывайте подписаться на наш канал.